Третья книга Моисея, Левит, глава шестнадцатая Вот с чем должен входить Аарон во святилище, с тельцом в жертву за грех и с овном во всесожжение. Священный льняной хитон должен надевать он, нижнее платье льняное добудет на теле его, и льняным поясом пусть опоясывается, и льняной кедар надевает, это священные одежды, и пусть омывает он тело свое водою и надевает их. И от общества сынов Израилевых пусть возьмет двух козлов в жертву за грех и одного овна во всесожжение, и принесет Аарон тельца в жертву за грех за себя и очистит себя и дом свой, и возьмет двух козлов и поставит их пред лицом Господнем у входа с киньи собрания, и бросит Аарон об обоих козлах жребий, один жребий для Господа, а другой жребий для отпущения. И приведет Аарон козла, на которого вышел жребий для Господа, и принесет его в жертву за грех. А козла, на которого вышел жребий для отпущения, поставит живого пред Господом, чтобы совершить над ним очищение и отослать его в пустыню для отпущения. И приведет Аарон тельца в жертву за грех за себя, и очистит себя и дом свой, и заколет тельца в жертву за грех за себя, и возьмет горящих угольев полную кодильницу с жертвенника, который пред лицом Господнем, и благовонного мелко истолченного курения полной горсти, и внесет за завесу, и положит курение на огонь пред лицом Господнем, и облако курения покроет крышку, которая над ковчегом откровения, дабы ему не умереть, и возьмет крови тельца, и покропит перстом своим на крышку спереди, и пред крышкою семь раз покропит кровью с перста своего, и заколет козла в жертву за грех за народ, и внесет кровь его за завесу, и сделает с кровью его то же, что делал с кровью тельца, и покропит ею на крышку и пред крышкою, и очистит святилище от нечистот сынов израилевых и от преступлений их во всех грехах их. Так должен поступить он и со скинию собрания, находящуюся у них среди нечистот их. Ни один человек не должен быть в скинии собрания, когда входит он для очищения святилища до самого выхода его, и так очистит он себя, дом свой и все общество Израилева. И выйдет он к жертвеннику, который при лицом Господнем, и очистит его, и возьмет крови тельца и крови козла, и возложит на роги жертвенника со всех сторон, и покропит на него кровью с перста своего семь раз, и очистит его, и осветит его от нечистот сынов израилевых. И, совершив очищение святилища, скини и собрания и жертвенника, приведет он живого козла, и возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла, и исповедует над ним все беззакония сынов израилевых, и все преступления их, и все грехи их, и возложит их на голову козла, и отошлет с нарочным человеком в пустыню, и понесет козел на себе все беззакония их в землю непроходимую, и пустит он козла в пустыню. И войдет Аарон в скинию собрания, и снимет льняные одежды, которые надевал, входя во святилище, и оставит их там, и омоет тело свое водою на святом месте, и наденет одежды свои, и выйдет, и совершит всесожжение за себя, и всесожжение за народ, и очистит себя и народ, а туг жертвы за грех воскурит на жертвенники. И тот, кто отводил козла для отпущения, должен вымыть одежды свои, омыть тело свое водою, и потом может войти в стан. А тельца за грех, и козла за грех, которых кровь внесена была для очищения святилища, пусть вынесут вон из стана, и сожгут на огне кожи их, и мясо их, и нечистоту их. Кто сожжет их, тот должен вымыть одежды свои, и омыть тело свое водою, и после того может войти в стан. И да будет сие для вас вечным постановлением. В седьмой месяц, в десятый день месяца, смиряйте души ваши, и никакого дела не делайте, ни туземец, ни пришлец, поселившийся между вами, ибо в сей день очищают вас, чтобы сделать вас чистыми от всех грехов ваших, чтобы вы были чисты при лицом Господнем. Это суббота покоя для вас, смиряйте души ваши, это постановление вечное. Очищать же должен священник, который помазан и который посвящен, чтобы священно действовать ему вместо отца своего. И наденет он льняные одежды, одежды священные, и очистит святое святых, и скинью собрания, и жертвенник очистит, и священников, и весь народ общества очистит. И да будет сие для вас вечным постановлением, очищать сынов Израилевых от всех греховых однажды в году, и сделал он так, как повелел Господь Моисею. Продолжение следует...